здравствуйте мои верные подданные идет восьмая неделя нашего правления что ждет нас впереди никто не знает итак на начало недели у нас проблемы с золотом нет проблем с едой граждане довольно лояльно относится к нашей политике и у нас охренеть какая большая армия тест на у нас как всегда начинается день неделя с приемов давайте посмотрим чего уже хотят от нас верные граждане первым подходит как всегда генерал который меня бесит который жрет мои ресурсы просто как конь я бы хотел послушать его отчет северная почта кишела родовской мразью ваша светлость нам удалось отправить большинство из них все он такой немногословный всегда но он меня реально бесит вот всем бесит одри хочет что-то сказать с удалением рандовских постов я думаю мы готовы к свадьбе ваша светлость всегда рад вас видеть ваша светлость вызвали меня до на так как я нашел вашего вора я посадил его в темницу где ему и место ваша светлость могу ли забрать его с собой конечно делать с ним все что пожелаете не волнуйтесь ваша светлость я покажу ему где его место и конечно вы можете рассчитывать на мою помощь во время предстоящей битвы оу не нечего предложить но это лучше чем ничего интересное предложение спасибо я рад что мы стали союзниками леди ада хорошо что вы на нашей стране не за что это все аж это воду вдала ну ладно ладно хорошо спасибо спасибо дайте мне знать если вам нужно что-нибудь еще конечно дорогая о мой любимый петра пришел но рассказывай петра ваша светлость я начинаю думать что возможно вы вовлечены да неужели мать твою что я говорю зачем мне это говорить почему вы говорите что вы знаете что они знают не лучше уйти я могу уйти верно пока пиро всегда рад тебя видеть банкир я слышал что ваша казна опустила ваша светлость хотел предложить свои услуги нет это все на данный момент банк де флорентини всегда рад помочь сейчас мы в кредиты не будем лазить спасибо ларсу ли давай обосри меня на весь двор как обычно ларсу ли ты наконец вышли можешь прийти на стену когда у тебя будет свободное время пожалуйста я хочу поговорить с тобой конечно увидимся там крестьянин ваша светлость я пришел сюда чтобы просить вас о помощи мо отец очень болен лихорадки помогите мне пожалуйста он бледен как призрак он все время дрожит и потеет мы пытались лечить лихорадку холодной водой а также компрессом из масла лука и чеснока мы дали ему смесь из полыни и мяты эгоц мы даже пытались пускать плохую кровь с пиявками боюсь он не продержится еще одну ночь ваша светлость если бы у нас была придворная ведьма она помогла справиться с этими болезнями это правда мы должны сказать что мы ее ищем мой что касается твоего отца тот чувак же приносил пред предыдущей серии по моему был мужчинка который предлагал лекарство от всех болезней если мы тогда приняли у него лекарство то мы могли бы предложить соответственно это зелье этой женщине но так как мы его послали нахер мы ничего не можем с этим вопросом сделать кроме как подарить ей немного золота что даст ей это золото ничего попробуйте искать целить рядом рядом с лесами я думаю что целитель сможет оказать лучшую помощь чем я тебе не кажется что я уже попробовал это я бы не пришел сюда противном случае черт возьми ты безумная старая ведьма из леса моя лучшая ставка сейчас его чем могу служить ваше величество так расскажи о приготовлении в битве о чем бы вы хотели знать готовы ли наша армия противостоять с помощью войск катались и мы сможем разгромить силы родовья мы просто ложись сосредоточить на нашем королевстве подготовиться к свадьбе ваше величество ладно если на этом все я могу уйти погулять спасибо не туда по-моему начнем с сада пожалуй все дали ваша милость как дела детка это здесь так скучно седа не говорит как обычно ты готова к свадьбе да у меня только один вопрос который должна задать ваша светлость да может ли пятнышко тоже прийти на свадьбу ну думаю да тебе нужно следить за ним не отпускать его далеко седание я никогда не отпускаю его далеко ваша светлость хорошо так ты можешь взять его с собой не забудь попрощаться с ларзулей она уедет сразу после свадьбы да мне еще нужно попрощаться с пылинкой все будет хорошо глупенькая азалия да отец мы почти готовы к свадьбе похоже это будет настоящий праздник да да для тебя но не для ларсу ли я до сих пор не могу поверить что она уходит надеюсь она сможет подружиться с принцем его не думаю что она хочет этого на что-то намекаешь мать твою я знаю хотелось бы чтобы у нас было больше времени чтобы найти принца но так оно и должно быть будь осторожнее не делай глупости азалия разве я сделал когда-нибудь то вы все делаете глупости зал совета дорог король я ставлю тебя с этим как и вы мне есть это лекарство кстати мы готовились к свадьбе неделями мы заказали флориста я купил украшение для трона у нас будет живая музыка этом не было необходимости я просто хочу чтобы это было сделано и закончилось кому я сделал дайте глупых украшений клятвы вот что важно на самом деле я не навижу свадьбы люди забывают для чего они на самом деле вода ох ну влюбленном случае ну ох ну в любом случае это будет настоящий праздник увидимся там да да конечно тобой неинтересный мужчина но любимый как и тут приготовление к свадьбе все готово помимо одной последней вещи платье я там честь тебе его выбрать чёрт ну на самом деле самое нормальное вот это это средненькое платье ничего особенно ведь за 25 золотых монет мы не можем ожидать чего-то большего сколько так какой ты убираешь то что пышное слушай 0 ну да вот это не а мы не можем это себе позволить дорогая понятно тут нечем думать то что пышное ты чё нормально вообще себя чувствуешь хорошо я стану здесь и вот это вообще конечно женщины вы просто иногда такие подожди ты никуда не пойдешь нам нужно выбрать платье то в смысле ах это явно не вариант я нашла это платье в сундуке моиста старой одежды она даже пахнет старьем нам не придется покупать новое платье но что подумают все и то которое пышное что это какая-то шутка ох дорогой ну то что она даже не белое у нас нету денег в казне мать твою умную надо было не поручать тебе выбор платье уйдем ся все я как в эту комнату захожу у меня все время мозг кипит зачем подземелье что у нас там новенького подземелья чему высушить ваша светлость я просто осматриваюсь ничего интересного ну пойдем в стену зам до 5 тыс ну 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 Привет. Куда я мог? Без котика это вначале. Теперь можно и с тобой. Это ты. Ты хотела меня видеть? Прости, что накричал на тебя, отец. И я совсем не хотела назвать тебя дураком. Я просто хочу, чтобы все было по-другому. Я просто хочу провести последние пару дней с тобой, не злясь на тебя. Я знаю, дорогая, я знаю. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Я люблю тебя больше всего на свете, Люли. Я знаю. Ты ненавидишь, когда я так тебя называю, но ты все еще моя Люли. Все в порядке, папа. Я буду скучать, как ты зовешь меня Люли. Твоя мать подготовила чертовски хорошую свадьбу. Да, мне лучше подготовиться, прежде чем она найдет меня. Увидимся на празднование, малышка. Тебе отлично подойдет старое платье. Обзор восьмой недели. Так, золото потихоньку к нам возвращается, да? Леди Ада там добавила еды. Новый Постоялый Дворк добавил монет. Новые рыночные прилавки. Стэн Генерал, как всегда, сожрал денег. Ну, здесь ничего нового. Зато налоги принесли нам немного денег. Итого у нас 11 золота 49 еды. Время до свадьбы 0 недель. Короли Довердные от Анны заключают союз, объединяющий силы против Родовии. Я поражен красотой моей. Эм, новой жены. Я буду наслаждаться твоей компанией, я уверен. И... Эм... Эм, черт возьми. Можешь ли кто-нибудь помочь молодому принцу? Ну, поржать здесь точно неуместно. И вот и в порядке. Эм... И вот и в порядке. Конечно, я в полном порядке. Спасибо вашу светлость. Тааааак... Как я и сказал, теперь моя жена... Да, эм... Выпьем за это. Отличный тост, дружище. Отличный тост. Прости меня, я... Эм... Отец сказал, что должен произнести какую-то речь. Я не был уверен, что сказать. Я надеюсь, я не обидел тебя. Посмотрите-ка, это интересный выбор платья, кстати. Ммм... Да. Ой. Ива, он хороший парень. Вы привыкнете к нему. Лучше уж он, чем Родовия. Ива. Ну, ладно, скажем так. Я бы не позволил тебе жениться на каком-то недоумке. Ты же знаешь, верно, Ларсулия? Конечно, он немного неуклюже, но он вырастет из-за этого. Ммм... 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 Вынужден вас покинуть, если вы меня извините. Кое. Далис. О, Родовцев. Дело закрыто, Эрик. Вы получаете армию, а я получаю полный доступ к твоим архивам. Я не был уверен, что ты выполнишь нашу сделку, Эрик. Я человек своего слова. Почему ты так думаешь? Ммм... Почему ты так думаешь? Ты семейный человек, не так ли? Я не думал, что вы позволите своей дочери покинуть гнездо. Поверьте, другой вариант не казался лучше. И свадьба продолжалась. Все были заняты тем, что ели вкусную еду. Посмотрим потом на паузе, что там было написано. Я реально не успел прочитать. Я искал его везде. Кого? Улитку, что ли? Я перевернула каждую кастрюлю, даже на кухне. Не волнуйся, мы найдем его себе до ней. Этот салат выглядит крайне аппетитно. О, нет, он... Не жри улитку ее. Что это? Рецепт Каладеси? Ха, вы видели ее платье? Она могла бы надеть тряпку, и вы бы даже не заметили разницу. Эти улитки практически сырые. Тьфу! Сволочь, я так и знал, что улитку жрут. Какие улитки? Это не часть меню. Пятнышко! Праздник прошел лучшим, чем кто-либо ожидал. Слушай, я думаю, что я трачу время впустую. Я провел достаточно времени с гостями. Мне действительно нужно вернуться в твою библиотеку, так что если не возражаете, я уйду, Эрик. Ты что там все читаешь? Талис, ха, ваша милость. Уходите. Уходите так рано? Требуем тост, выпей хотя бы еще немного с нами. Видите? Как раз вовремя ваша светлость. Эх, вы оставите меня в покое после этого. За молодую пару! За Орду! О, ну как, ну конечно! Ну конечно! Эрик, сделай что-нибудь. Отправиться за доктором, помогите ему. Попытаться помочь Талису. Талис упал на зелень, прежде чем кто-либо успел среагировать. Он не умер? Отец? Ваша милость. Отец? Я, я... Как ты мог? Эрик, как ты мог допустить, чтобы это произошло? Эрик, ты разместил нас в своем замке, за что мы благодарны, но это... Это превыше наших сил. Вы потерпели неудачу, как хозяина, и несете ответственность за сегодняшние события. Король Атаны, Талис, мертв. Ива, ты единственный сын Талису, у вас нет выбора, кроме как взять на себя время короны. Давай, Ива. Эрик, я не могу в это поверить. Ты не оставляешь мне выбора. Как новый король Атаны, мой первый приказ, удержите армии, которую обещал мой отец королю Эрику. Эрик, король, доверно, ты несешь ответственность за смерть Талиса. Если иной не будет доказано на королевском суде. До тех пор, доверно, не будет получать поддержку от Атаны. Да... Да неужели? Ларсурия, собери свои вещи, мы забираем моего отца домой. Подождите, нет, вы не можете сделать это. Ваша светлость, свадьба окончена. Обеды были сказаны, брак остается в силе. Держись, моя дорогая. А, а то, что его слово, собственно, было сказано, что армия останется при мне. Всем насрать, да? Очень круто, спасибо. В вашем королевстве есть разведчики, доступные для найма. Их список вы можете видеть здесь. О, чувствую мне жопа, разведчики, стенд-генерал. Нет, стенд-генерал, посиди-ка ты на месте. Чтобы разведчик был доступен, на следующей неделе ему потребуется оплата. Чтобы нанять разведчика, нажмите на кнопку с его именем, вы увидите стоимость, добавленная к итоговой сумме ниже. Прикольно, прикольно. Ладно, что сказать, что сказать. Я так и знал. Вот что я могу сказать. Я так и думал, что свадьба обернется полным провалом. Что будет полная жопа. Что армии мне это не видать в любом случае. Дочь у меня сопрут. Она потом еще и сбежит куда-нибудь. Короче, тут будет полный аншлаг. Вот. На следующей неделе мы будем пытаться выбраться из этой жопы как-нибудь иными путями. Ну, а на сегодня у нас все. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за подписки. Спасибо за лайки. Спасибо за комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»